здравствуйте друзья меня зовут александр шадов кандидат философских наук поэт писатель философ сегодня у нас будет лекция по пост позитивизму прежде всего да это будет попер кун локата с фейраббент ну и там еще парочка еще человек в общем полане и тулмин мы тоже их разберем этих ребят ибо важно кроме того мы разберем небольшую предысторию к пост позитивизму а то было бы крайне странно разбирать пост позитивизм просто так отдельно вне контекста всего остального поскольку у меня не было никаких лекций по позитивизму по в общем-то венскому кружку вроде бы только в аналитической философии немножко совсем было да ничего не было по империокритицизму соответственно давайте немножко коснемся всего этого у нас получится хорошая часовая лекция по философии науки полноценная относительно полноценная с упоминаниями всех там не знаю персонали которые должен упомянуть у так называемого позитивизма который трудно назвать единой философской школой можно выделить несколько этапов становления это ранний позитивизм там конспенсор и так далее эмпириокритицизм авинариус в общем-то у нас здесь и мах него позитивизм ну венский кружок и там поблизости ребята и пост позитивизм поппер кун локата с фейраббент и еще некоторые персонажи менее популярны вот как-то так на всех этапах мыслители данного направления решали вопрос о сущности науки и и значений для общества формах и способах ее функционирования и так далее именно авторы этого направления представляют канон дисциплины философия науки я именно про пост позитивизм прежде всего до пост позитивизм это сейчас такой более-менее современный канон куда бы там ни шло верификационизм не умер но мне кажется он все же на некой в них и вторых позициях находится при том наиболее важными для освоения являются пост позитивисты важно заметить о которых сейчас и пойдет речь важно отметить да также что мы будем иметь дело с определенным пластом идей которые делает всех разбираемых мыслителей пост позитивистами то есть мы будем разбирать их философские взгляды на науку по большей части игнорируя прочие идеи касающиеся открытого общества как у поппера или теории аргументации тумана и так далее хотя вот стул веном наверное может быть и важно было бы теорию аргументации пройти но это мой не основной автор и я его мало читал и мне в принципе он мало интересен ввиду этого про тумана мы просто мы его упоминаем расскажем его теорию становления науки также попробуем определить некий объем понятия наука с которым работает большинство представителей данных направлений во первых наука это наука который имеет эмпирический характер и даже социология конта который тоже наука во многом прописывалась как эмпирическая наука и как даже некого там высота определенная ну вот ну вот это тоже важно на самом деле понимать да что контовская социология от современной отличается разительно в теории конечно же ну и что это значит что эти если науки эмпирические то это прежде всего науки спектра естественных дисциплин образ от с упс мы то есть обрезаем гуманитарные социальные науки практически автоматически то есть эмпирического опыта в прямом смысле нету в этих науках особенно в гуманитарных нету тем более но социальных не тем более социальных тоже и этого нет там не эмпирический опыт обычно доминируют и и далее так далее так далее так далее то есть например строить историю чисто на эмпирическом опыте на кажется не представляется возможным что ну основной метод исследования в истории это исследование источников без источников вообще ничего не понятно если бы мы не опирались на источники но опирались бы на эмпирический опыт в рамках развития исторической дисциплины это было бы ну очень странно наверное то есть до основа это эмпирика эмпирика имеет ключевое значение для того что мы называем наукой это характерно для почти всех кого мы будем упоминать вот вот вообще почти всех например все интеллектуальные построения описания которых пойдет речь мало затронут математику и логику кстати как науки ну что опять же математика логика и эмпирика где они находятся друг от друга на гигантском расстоянии математика она не описывает реальность она не описывает истину ничего этого отношения не имеет к этому но если мы не берем платоников да а платоники ну вроде не ученые ну и соответственно все здесь довольно просто математика не наука логика не наука рассматривать их как науки невозможно потому что если еще и это науки то что ж тогда не науки то как дать определение науки если науками является физика биология и одновременно еще математика и логика да никак на самом деле но отсюда только социальные всякие определения науки наука социальный институт следует ну и вы сами понимаете как с этим было бы очень странно работать но также выпадают гуманитарные общественные и прочие дисциплины которых не достает империзма и все тоже крайне очевидно вот это характерно литер или почти для всех литер или для всех кому будем разбирать во-вторых речь почти всегда идет о построении подлинно научной теории щелчок да именно теория а потому список рассматриваемых наук попадают прежде всего дисциплины теоретического ну или даже сказал фундаментального характера фундаментального теоретического характера вот здесь это было бы наверное максимально правильно то есть какие прикладные дисциплины ну тут вопрос а вот является ли вот то то или иное прикладное знание в кавычках или не в кавычках настоящей теории она вот истинная же вроде до прикладное используемое вот если сделать так то будет так ну вот не очень похоже на теорию по форме форма должна обобщать факты все известные в данной сфере и выходить далеко за их пределы и формироваться в виде определенных абстракций в рамках законов там и так далее так далее так далее если это не так если это не так то но это уже не совсем теория будет но и ввиду этого всякие анатомии геометрии геометрии географии простите анатомии географии по большей части география большая часть географии как минимум практическая химия сопроматы не рассматриваются как наука в чистом виде а в лучшем случае ну это база для построения научных теорий то есть есть дисциплины которые собирают информацию собирают фактологию а есть дисциплины которые реально занимаются наукой построением научных теорий развитием там допустим научно-исследовательских программ или чего-то вот похожего в этом собственно и заключается суть в принципе в принципе как вы можете понять да то как я обычного на своих стримах понимаю науку это такое знаете усредненное понимание из философии науки я то есть обычно не преподношу вам ничего радикально нового то что математика и логика не науки да их никто не рассматривает как науки по большей части ну то есть науки науки в кавычках математика и логика но понятно что они что-то другое скорее они могут участвовать в становлении науки не могут как-то принимать участие ну ну нет ну и опять же на то что анатомия практическая химия сопроматы и прочие практические технические дисциплины как науки не рассматриваются в это тоже очень легко можете вывести из того материала который мы сейчас будем разбирать почему не являются ну потому что методология не так опять же другие другие подходы другие заходы анатомия вообще не строится на том что вы должны какие-то невероятные теории складывать о законах природы вы просто ну челиков режете там животных людей просто органы давайте посмотрим что тут есть в общем то как она тут работает о смотрите кровь здесь течет классно но как-то так опять же то есть здесь научного нет вообще в принципе ничего и поэтому кстати анатомия возникла до научного метода неожиданно ну я думаю примитивные формы сопромата возникли до научного метода опять же сопротивление материалов это важная штука в какой-то мере его знать стоит опять же без математики может быть или с минимумом математики но сопромат так или иначе существовал а практическая химину алхимия просто просто везде просто литерали везде там китай и египет вообще везде короче она была вот эта практическая в кавычках химия может быть и в примитивных формах но она просто присутствовала до возникновения научного метода так что вот как то вот как то вот так вот продолжаем хотелось бы начать с краткой предыстории философии науки которая поможет вести вас контекст данной проблемы над которой работали под позитивисты до 19 века критерии разделения научного и ненаучного знания были довольно туманны в семнадцатом веке только начал происходить раздел натурфилософии естествознания представленного физиками и химиками а многие ученые того времени например ньютон называли себя натурфилософами а параллельно были еще алхимиками астрологами колдунами магами там всем чем угодно а да свою физику они называли натурфилософию опять же нередко но от ньютон например так делал на и в принципе его работа в общем то основная она тоже названа ну вот натурфилософию не по ну вот да там есть слово натурфилософия опять же подчеркивать в названии слова натурфилософия неожиданно но очевидно что речь не о науке идет да пока что на то время не существовало никакой ярко выраженной науки который бы принципиально отличалась от философии это видно и по идеям самих так называемых ученых и по стилистике их письма которая мало отличалась от стиля философских трактатов следует опять же обратить внимание что и сами эти авторы по преимуществу себя постулировали как философы и воспринимались как философы и писали как философы это мы их просто уже через определенное время через долгие годы начинаем вот говорит а вот вот этот вот ученый вот он ученый вот галилей ученый вот ньютон ученый вот они точно ученые хотя вроде бы такой сам идентификации у этих людей не было и мы даем им вот это звание ученого уже постфактум после того как мы сформировали понятие науки капусток сформировали социальный институт науки в разных ее в общем-то инстанциях после того как дисциплины сформировались развивались уже несколько веков вот после этого марки а ну а то не точно ученый 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 хорошо приблизительно так она у нас в истории к сожалению или к счастью получилось имеем ли мы право называть ньютона и галилея учеными зависит от определения ученого до определения наши распространяются в бесконечность в прошлое бесконечность будущее если ученый это человек который в общем-то пользуется конкретными методами если ньютон и галилея пользовались конкретными методами но при этом не осознавали что они какие-то там ученые все равно значит что они ученые все же так что многое будет зависеть от определение науки и ученого соответственно ведь ученый человек который занимается наукой а чем он занимается теперь теперь большой вопрос что наука мы сейчас будем выяснять что мы не знаем что это такое до разные философы поднимали проблему становящегося научного знания но мало кто имел стройную систематическую позицию по этому поводу то есть до 18 века мало кто в принципе основательно решал вопрос о сущности науки где собственно было непонятно какими методами наука пользуются какие границы у нее существуют какие подходы являются недопустимыми и так далее то есть проще говоря не было никакого однозначного критерия демаркации трудно сказать что он есть до сих пор но в принципе плюс минус мы дальше дойдем до фальсифицируемости можно в принципе сказать что типа ну вот она наверное вот она там верификация немножко частично частично фальсифицируемость в большей части по что она проще и понятнее вот вот где то вот там вот наверное и лежит главный демаркатор демаркация что такое отделение научного знания от ненаучного демаркация разделение собственно вот она научный димар критерий демаркация отделение науки от не науки все просто волшебное сложное слово демаркация запомнили наука или не наука определить как определить есть фальсифицируемость например все наука нет фальсифицируемости не наука так вот в таких сложных условиях Когда не было однозначного критерия демаркации, вообще было непонятно, чем люди занимаются, вообще там все были смешаны с натурфилософией и прочей интересной магией и прочими интересными заходами в очень интересном, богатом духовном мире, так скажем, в таких условиях творили Галилей, Ньютон, Торричелли, Паскаль, Мариотт, Гук, Бойль, Вольт, Лаплас, Ломоносов и многие другие. И неожиданно многие из них совмещали в себе еще и разные философские взгляды, Ломоносов, например, был вольфианцем, ну и так далее, так далее, так далее. Тут, в общем, нюансов очень много. Нюансов невероятно много и все эти нюансы разбирать достаточно было бы сложно и странно, и многие из этих людей были верующими, это многие вообще христиане, обычные канонические христиане, без каких-либо особых волшебных позиций по поводу существования бога. Прям просто христианин, там католики, англиканцы, вот все, вот прям по канону. Следует заметить, что некоторые из них заложили основания для демаркации науки, вот уже в будущем, когда мы будем рассматривать, что такое наука, вот многие из этих людей, например, Галилей, действительно сделали многое для того, чтобы мы начали отделять науку от ненауки, правда, они делали это неосознанно и не делали это своей важнейшей теоретической проблемой всей жизни. Ну и вот, соответственно, вот так вот получилось, что вот случайно, не случайно они это сотворили. До возникновения позитивизма взгляды на науку начинают проявляться в философии эпохи барокко, ну или, наверное, нам лучше говорить об эпохе просвещения, потому что так более понятно, потому что именно, ну вот, философия, когда мы изучаем историю философии, мы почти не употребляем словосочетания эпохи барокко, мы говорим эпоху просвещения. Не важно, насколько они совпадают и не совпадают друг с другом, нам более интересна эпоха просвещения, когда уже начинается, появляется даже скорее, тогда появляется акцент на саентизм, на науку, на развитие эмпирики. Вот какие-то очень похожие слова, очень похожие вещи, вот эта вот наука, это свет, вся вот эта пропаганда науки в том или ином смысле энциклопедизма, исследования, эмпиризма, она идет вот от эпохи просвещения, где наука рассматривается крайне позитивно, наивно и, что самое главное, ее границы все еще четко не определены. Мыслители той эпохи делают акцент на абсолютности научного познания и на возможности раскрытия с его помощью истину. Потом появляется Конт. Появляется поздно, как видите, 1844 год, ну вот у него не рождается в это время, но его основная работа выходит. Одна из важнейших попыток размышления о науке происходит в 1844 году в работе «Дух позитивной философии», которую написал Агюст Конт, основатель позитивизма. Он разделил историю развития человечества на три стадии. Теологическая, в скобках религиозная, метафизическая, в скобках философская и позитивная, в скобках научная. Первая занимается поклонением божественному, вторая изучает абстрактные несуществующие сущности, а третья, собственно, интересуется подлинной формой познания, то есть наукой. При этом Конт говорил об относительности нашего познания, то есть теряется пафос нахождения абсолютной истины с помощью научного метода, который был в эпохе Барокко. Это важно отметить. Для позитивистов это уже нормальная ситуация. Ну и, соответственно, это знание, вот это вот наше точное, правильное, оно достигается благодаря эмпиризму и формированию законов, природы прежде всего, описывающих постоянное отношение между фактами. Одной из основных черт науки является прагматизм, то есть ориентация на пользу получаемых открытий. Вроде бы все просто, вроде бы все понятно, вроде бы все легко. С Контом исчез пафос абсолютной истины, который был, кстати, у многих до сих пор остается, но вот был. Теперь относительная истина, то есть частная, частная истина. Частная истина допустима, она находима, а общая истина нет. Соответственно, факты есть, теории надо формулировать, законы, ошибки, ну, в принципе, возможны. Ошибки возможны. Главная практика, в общем-то, была бы прагматизм, какой-то ориентация на прагматизм, потом из, соответственно, позитивизма начнут появляться разные формы прагматизма, что тоже интересно, особенно в Америке, особенно там Пирс, Дьюи, Джеймс и прочие замечательные ребята, вот тоже вот проистекать будут вот по такому пути. Несколько позже появляется идея математики и мыслителя Анри Пуанкаре, известный персонаж, конечно же, который описывал научный метод как договоренность, то есть конвенцию между учеными по разным теоретическим вопросам, главным критерием для которой является непротиворечивость концепции. Кстати, во многом отсюда и проистекает вот теория истины, согласно которой, в общем-то, да, главный критерий истины – это непротиворечивость. Опять же, истина отодвигает, истина в прямом смысле этого слова, как соответствие наших мыслей, наших идей, наших представлений реальному объекту, реальности, отодвигается на второй план, а на первый план встает конвенция, а потому данное течение в философии науки называется конвенционализм, тенденция конвенционализма тоже периодически наблюдается у современных сайентистов, ну вот как один из пунктов. Все же люди обычно осознают конвенциальный характер науки, бывает образованный, чаще всего осознают. Следующий этап формирования позитивизма, или так называемый второй позитивизм, основанный Рихардом Агинариусом и развитый Эрстом Махом, критикует основной элемент контовской программы, то есть, что следует из названия, критикует сам эмпирический опыт. Притом, критика здесь подразумевается в кантовском, в смысле в кантовском ключе, они не то, чтобы его просто отрицают. Мы свидетели данного направления, они исследуют чистый опыт, можно сказать, феномены, а также указывают на ошибки, которые проистекают из невнимательного и небрежного отношения к опыту, из чего, на их взгляд, и проистекают разного рода метафизические утверждения в рамках науки. Главной задачей ученого должно быть очищение опыта в потоке ощущений. Они отказывались от разделения внешнего и внутреннего, сознательного и физического, воевали против метафизики. Опять же, пафос войны против метафизики, он дальше будет, в общем-то, развиваться уже в следующих направлениях. И да, разделение внешнего, внутреннего, сознательного и физического, в общем, поток феноменов. Вы находитесь в потоке ощущений, и с ними приходится работать, их приходится анализировать. Вот такой вот империокритицизм. При том, что вот такой психофизический мир вокруг вас получается, ваша психика, она ловит феномены, соответственно, и все в ней смешано, на самом деле, нет тотального разграничения на сознательное и физическое, есть просто поток феноменов, и вам нужно с ним грамотно и утонченно работать. Такая параллельная феноменология, еще одна феноменологическая программа. Следует заметить, что в рамках философии науки это не будет редкостью, потому что те же там Шлик и Карнап, насколько я знаю, они тоже разрабатывали свои разновидности такой, то ли аналитической это назвать, то ли позитивистской феноменологии. Ну да ладно. Следующим шагом в развитии философии науки и позитивизма является так называемый неопозитивизм, или логический позитивизм, главными представителями которого были члены венского кружка. Морис Шлик, Ото Нитрат, Рудольф Карнап и многие другие. Это действительно многие другие, чем эти люди характеризуются. Да многие из них были просто учеными. То есть это ученые, которые занимались философией науки. Еще раз, да, это реально, это прям вот люди с научными степенями, физики, математики, физиологи и так далее, которые, многие из которых, в общем-то, были почтенными учеными своего времени. Кстати, как и Эрнст Мах, вот основатель, один из основателей предыдущих, предыдущего направления империокритицизма, вот был физиком Эрнст Мах, известным, хорошим и мощным. Главным достижением направления этого, то есть неопозитивизма, являлось развитие понятия о верификации. То есть, наконец-то был выведен первый демаркационный, демаркационный критерий, демаркация, помните, что такое, да, хорошо, о котором мы скажем чуть ниже. Важно отметить, что Венский кружок продолжал, развивал, обсуждал идеи империокритицизма, прежде всего Эрнста Маха, критикуя некоторые положения данного направления. Так, среди мыслителей Венского кружка были распространены настроения борьбы с метафизикой и исследования чистого опыта. Под влиянием Рассела и Витгенштейна началось созревать представление о верификации, которое заключалось в возможности проверить то или иное высказывание, подчеркиваем, эмпирически. Опять же, подчеркиваем, проверить, а не опровергнуть, потому что опровергнуть там фальсифицируемость будет, это уже поппер. Это то, что мы сейчас проходим, это уже постпозитивирован будет, это уже поппер. А здесь проверить. Высказывания, которые нельзя проверить, автоматически считаются бессмысленными. Для того, чтобы фиксировать элементы проверяемого опыта, необходимо закреплять их в протокольных, в скобочках атомарных по Расселу и Витгенштейну, предложениях и протокольных тоже, на самом деле, учитывается, которые в простейшей форме и без всякого допущения говорят о фактах наблюдаемого мира. То есть, там, не знаю, идет дождь. А дождь и дождь реально идет. Вот идет дождь, вот он предложение протокольное. Факт, факт, идет дождь. Ну и вот, соответственно, работать с простыми предложениями, сводить все к простым предложениям, в которых факты отображаются наиболее просто, понятно и очевидно. Верификация одновременно и носит логическую форму, поэтому логический позитивизм, и одновременно эмпирическую. То есть, пытается совместить высказывания, сферу слов, сферу дискурса со сферой, в общем-то, эмпиризма, сферой наблюдений, сферой ощущений и так далее, так далее, так далее. Из протокольных предложений уже можно, позволяется, выводить обобщение и создавать общие теории, которые базируются на бесспорных и зафиксированных предложениях фактах. То есть, у нас есть протокольные предложения, много-много-много протокольных предложений, то есть, индукция чистейшая, да. И вверх мы взлетаем уже к нашей прекрасной обобщающей теории, которая напрямую следует из этих, в общем-то, высказываний. Нетрудно понять, что такой подход является крайне громоздким, то есть, требует слишком большой индуктивной нагрузки для составления теорий. Неожиданно. Вот сколько раз во всем мире идет дождь, например? Вы можете посчитать все случаи дождя, да, и посмотреть, изучить весь дождь, который был во всем мире на протяжении всего существования? Хотя бы человечества? Нет, не можете. Вы можете увидеть всех живых существ, которые когда-либо существовали в нашем мире? Вообще, в принципе, существовали в рамках, допустим, эволюции? Нет, не можете. А можете ли вы засечь все болезни, которые когда-либо существовали на Земле? Ну, все вирусы, все бактерии? Нет, вряд ли. Вот. Вот на этом и начинаются проблемы. То есть, проект вроде бы звучит красиво. Вот у нас простые протокольные предложения. Из простых протокольных предложений теории следует. Мощно. Слишком громоздко. Слишком надо много чего исследовать и изучать. То есть, у нас тогда получается, что либо такие теории, если вот их так собирать, они будут касаться очень частных вопросов. И вот просто вот взяли, там, я не знаю, и предположили, что если я, не знаю, плюну в этот бассейн, то рыба выплывет. Или что-нибудь вот вообще такое. Какие-то очень частные вопросы будут. Это очень странно. А тогда они перестанут быть теориями, соответственно. Либо нам потребуется невероятно огромное количество фактов для того, чтобы назвать ту или иную теорию научной. Также известно со времен Юма, что индуктивный метод познания чаще всего носит вероятностный характер. То есть, не дает надежного знания о действительности. Опять же, черный лебедь, белый лебедь. Вот все лебеди белые, я говорю, индуктивным опытом пользуюсь. А потом приезжаю в Австралию, а там черный лебедь. Господи, я был все это время неправ. В этом и заключается основная проблема индуктивного метода, на который, кстати, Поппер будет опираться. Да, он будет контраргументировать верификационистам с помощью Юма. То есть, соответственно, индуктивный метод не дает надежного знания о действительности. Ну, с другой стороны, фальсифицируемость тоже не дает, в общем-то, надежного знания о действительности. Но давайте сейчас вот все проследим и посмотрим. Так вот, если у нас нет надежного знания, с одной стороны, то есть вот у нас есть метод, который не дает надежного знания на 100%. Ну, такое, да? Фальсифицируемость тоже не дает, но тоже такое, скажем так. И, соответственно, одновременно метод логического позитивизма требует огромного количества затраченных усилий. Прям колоссального количества. Это сложнейшая, мощнейшая индукция просто безостановочная. Все это в протокольные предложения переводить и что-то вот эти вот все теории складывать. Потом новые какие-то протокольные предложения искать. И, ух, как это долго, как это неприятно и как это, в общем-то, запарно. Почему бы тогда нам не попробовать предложить более лаконичный метод демаркации науки? При том, что от верификационизма, в принципе, никто в полной мере не отказывается. То есть, ну да, вот мы нашли несколько фактов, вот несколько фактов нашли. Эти факты как-то вроде бы вот в эту теорию могут там прийти. Они как-то нам вот подсказали, что, возможно, это теория. Да, белых пятен миллионы, миллиарды и квадриллионы, да. Ну, это нормально, как бы. Потому что, ну, мы не можем закрыть все белые пятна. Это просто технически невозможно. Ну, требовать от нас это шизофрения просто был, ну, вот просто вот потому что. Просто потому что это невозможно. Никто и не претендует на то, что мы владеем всем абсолютом всего эмпирического опыта, который когда-либо существовал, да. Никто им не владеет, никогда не владел. Эмпирический опыт утрачивается со временем. То есть, носители эмпирического опыта прошлого, они уже ушли. И далеко не весь эмпирический опыт запечатлен, записан и так далее, так далее, так далее. Особенно в протокольных предложениях, понятных, понятных, протокольных, красивых и замечательных. К сожалению, нет. Так вот, нужен более лаконичный метод демаркации науки. Не обязательно более точный, не обязательно более соответствующий истине, но хотя бы более лаконичный, чтобы не приходилось прям потеть невероятно, доказывая свою научность. Ну и вот здесь в игру вступает первый постпозитивист Карл Раймонд Поппер. Ну, вот он прекрасный, дедушка добрый, веселый. Карл Раймонд Поппер. Свою позицию Поппер называл критическим рационализмом, которое выражалось так. Так, я могу ошибаться, а вы можете быть правы. Сделаем усилие, и мы, возможно, приблизимся к истине. Не достигнем истины, приблизимся. Вот у Поппера есть определенный миф приближения к истине. Ну да ладно. Тема приближения к истине еще с Агюста Конта пронизывает философию науки, а также многие ученые верят в данный концепт. Поппер, как и многие сайентисты, считал, что истина объективна. Но достичь ее крайне трудно, а потому имеет смысл постоянно искать ошибки и пересматривать свои предположения. В этом заключается критический рационализм. Основной труд Поппера называется «Логика научного исследования», и там вот у нас основной его концепт. Основным открытием Карла Поппера, ну как открытием, не изобретением, может быть даже и не открытием, он, наверное, все-таки фальсифицируемость не с нуля выдумал, но все же сделал ее основным методом демаркации и очень хорошо ее тематизировал, что самое важное. В общем, этот способ демаркации научного знания он назвал фальсифицируемость. Это его самое важное достижение, это то, с чем он работал, это то, с чем он известен и знаменит. В конце прошлой главы мы обозначили причины, по которым требовалось отыскать более лаконичный способ работы с научными теориями. Фальсифицируемость – это подход, требующий от научной теории свойства быть опровержимой. То есть свойство быть опровергнутой, опровержимой, да, то есть ее можно опровергнуть, существуют теории, которые неопровержимы. То есть такие, по отношению к которым невозможно даже вообразить опыта, который мог бы их опровергнуть. Это не научные теории. Научная теория является та теория, которая предлагает вам некий фальсификатор, то есть возможность ее опровергнуть. Чем больше этих возможностей, тем, ну, в общем, лучше, тем научнее, тем прекраснее. Важно понимать, что в данном случае научность поддерживается свойством фальсифицируемости. А также она применяется только к теориям. Если теория доказана, то есть является истиной, то она прекращает быть как теорией, так и научной. Поппер указывал на отсутствие окончательного доказующего эксперимента в рамках теории. Поппер считал, что научное знание рационально не потому, что мы можем доказать или обосновать его, а потому, что мы можем критически его рассматривать, то есть фальсифицировать, опровергать. То есть, когда мы начинаем верить в теорию, неважно, насколько хорошо она доказана, вот если мы начинаем уга-буга-пипи-пупу, великая теория, все, доказано, это факт научный, мы тогда уже не можем ее фальсифицировать, и тогда это уже по попперу не наука, ну, в общем, религия, вера, все дела. Поклонение. Ну, вы понимаете, в общем-то, сами. То есть, когда, ну, сейчас я все это обсужу, потом. Следует отметить, что метод фальсифицированности используется в методологии естественных наук, а теоретики обязаны, обязаны по форме, указывать фальсификаторы для своих теорий, даже если они выдвигают достаточно нереалистичные предположения, уходящие далеко за пределы наблюдаемого опыта. То есть, мы можем смело заявить, что теоретическая и естественная наука, прежде всего физика, пошла не по пути верификационизма, хотя его элементы сохраняются, но по пути фальсификационизма. Так называются эти учения верификационизм и фальсификационизм. От слова верификация и фальсификация по критериям демаркации науки. Вот. Пометка для сайентистов. У многих людей, имеющих позиции по поводу науки, наблюдается некоторая проблема, которая образуется в глаза невооруженным взглядом. Они, с одной стороны, отстаивают позицию, согласно которой многие научные теории, например, теории эволюции, уже доказаны. А с другой стороны, настаивают на критическом характере науки. То есть, в случае с теорией эволюции, они являются типичными представителями верификационизма. Но почему-то продолжают повторять мантру Поппера о критическом характере знания, что есть фальсификационизм, да, критический характер в данном случае подразумевает опровержение, а не доказательство. Которая, собственно, должна означать, что теория эволюции сомнительна, и возможны другие объяснительные объяснения существующих фактов, ряд из которых может быть подвержен фальсифицируемости. То есть, может существовать необозримое множество научных биологических теорий, отрицающих теорию эволюции. То есть, смотрите, да, критический характер, это когда может существовать необозримое множество научных биологических теорий, отрицающих теорию эволюции. А верификационизм, это когда мы доказали теорию эволюции, ребята, все, хватит. Но тогда нет критического характера науки. Запомните и не перепутайте, пожалуйста, какую позицию вы отстаиваете. Это очень важно. То есть, наука не критична. Наука, как бы, вот она сформировала догму, доказанную, абсолютную истину. Ну, в частном вопросе. Абсолютную истину в частном вопросе, да? Опять же вопрос, да, вы можете сформировать абсолютную истину в частном вопросе, или вам всегда остается только приближаться к этой истине, вы никогда не можете ее сформировать, и вы перебираете разные теории. Это два разных подхода. Никогда их не путайте. Если в ваших взглядах вам кажется, что наука уже что-то доказала, что-то знает, что-то видит, что-то точно, что-то бесспорно, вы вряд ли сторонник критического подхода, как минимум. И вы не можете говорить, что все, вот так вот, и критика, и вот, и вот, истина, и факты, все на месте. Нет, ребят, так не работает, к сожалению. Впрочем, особо скользкие угри пытаются вывернуться из данного парадокса, просто объявив эволюцию фактом. Здесь мы обычно замечаем подмену понятий, ведь сначала речь шла именно о теории эволюции, которая описывает предполагаемый механизм изменения живого, а также включает в себя убеждение о том, что этот механизм одинаково работал на протяжении всего многомиллиардного становления нашего мира. Сам механизм в чистом виде не может быть наблюдением, потому что он является теоретической абстракцией, и пронаблюдать его на примере всех живых существ, когда-либо существовавших, и сейчас существующих невозможно, просто нету таких ресурсов у человечества. Вот. Ну и получается, да, что мы не можем пронаблюдать распространение этой эволюции на всех живых существ, это невозможно пронаблюдать, миллиарды лет развития живой материи тоже пронаблюдать невозможно, все это теория ввиду этого. Теория. Если это теория, если мы поперианцы, ну, значит, можно вот эти факты, все, которые мы наблюдаем, объяснить другими способами. Все. То есть теория эволюции не факт, не истина. В последней инстанции менять ее можно, можно заменить на что-то другое, лишь бы факты описывало и фальсифицировалось. Все. Тогда мы критики, тогда мы, да, готовы к критическому подходу по поперу. Если нет, тогда мы, ну, считайте догматики, все, доказали теорию эволюции, теория эволюции факты, веруем, короче, в теорию эволюции религиозно, то есть, ну, не путайте два разных подхода. Одно дело точно доказано, другое дело, ну, всегда можно пересмотреть. Не может быть такого, что точно доказано, но можно пересмотреть, это уже как-то, да, звучит довольно странно, довольно, в общем-то, противоречиво. Проще говоря, уважаемые сайентисты, вы либо думаете, что теорию эволюции научно ее доказали, но тогда вы верификационисты, и нет никакого смысла говорить о том, что ваше знание является критическим, либо вы критически рационалисты, но тогда теорию эволюции никто не доказал, и доказать ее невозможно. Можно только приближаться к подлинной истинной там теории, и то приближаться, и всегда перерассматривать, и всегда как бы бояться, что мы что-то там не досмотрели, и всегда фальсифицировать. Ее можно только фальсифицировать, да, в данном подходе, То есть пытаться опровергнуть постоянно, всегда без остановки. Если вы придерживаетесь позиции, согласно которой теорию можно подтвердить, но не имеет смысла говорить о критическом характере науки, потому что всякая теория в таком случае проходит путь от недоказанной к бесспорной, то есть нефальсифицируемой, то есть по попперу, то есть по критическому рационализму, ненаучной. Следующий персонаж, которого мы рассмотрим, это Томас Кун. В своей работе «Структуру научных революций» 1962 года Томас Кун написал структуру становления науки посредством многочисленных научных революций. То есть речь идет о революционной смене парадигм. Научная парадигма – это принятая научным сообществом модель рациональной научной деятельности. Кун пытается доказать предположение, согласно которому имеется несколько стадий становления науки, которые он назвал так – нормальная наука, экстраординарная наука и научная революция. В рамках нормальной науки все новые факты и открытия поддаются объяснению с позиции господствующей теории. В рамках науки экстраординарной появляются так называемые аномалии, то есть необъяснимые факты, что приводит к появлению новых теорий, претендующих на господство. Научная революция позволяет, в общем-то, сформироваться новой парадигме, которая просуществует до следующей научной революции, до следующей стадии экстраординарного. Ну вот как-то так. Такую простую и незамысловатую модель предложил Томас Кун. Как можно увидеть, процесс науки никогда не остановится, а следовательно, окончательное знание достигнуто не будет, тем самым он все еще сохраняет нашу и контовскую, и поперовскую, в общем-то, позицию по данному вопросу. В этом он похож на своих предшественников, но он делает решительный шаг в сторону, отказываясь от прошлых предписательных попыток создать ограничения в рамках научной методологии. То есть он не метод предлагает, а описание. Кун пытается описать науку такую, какая она ему видится, но здесь же мы сталкиваемся с рядом упрощений, к которым этот автор прибегает. Важно подчеркнуть, что парадигмы, кстати, действуют не на всю науку вообще, а существуют, наоборот, а существуют в рамках разных дисциплин. Физики, биологии, химии, вот таких вот наук. То есть у физики свои революции, у биологии свои революции. То есть там Дарвин появился, революшн, там синтетическая теория революции, наверное, тоже революция своеобразная. Синтетическая теория революции, ладно, шучу. Ну и физика, соответственно, отказ от Ньютона, переход к Эйнштейну и так далее, и так далее, и так далее. Но давайте рассмотрим проблему. В чем основательные, в общем-то, косяки? Во-первых, не до конца понятно, что он подразумевает под едиными парадигмами и нормальной наукой в таком случае, когда речь идет о науке философии прошлого. Потому что в прошлом была тотальная мешанина, мы уже это знаем, мы уже это понимаем. Мы понимаем, что люди одних и тех же принципов не придерживались, что люди придерживались разных программ, иногда заимствовали друг у друга некоторые методы и смешивали их с другими странными методами. То есть 17 и даже 18 век это довольно странная эпоха, которую очень сложно описывать на самом деле, вот исторически. Проще говоря, он игнорирует исторический аспект, что и приводит к возможности такого упрощения. Также важно понимать, что для многих позитивистов наиболее важным моментом в истории науки является крушение теории Ньютона и появление теории Эйнштейна. Трудно понять, как на протяжении целого столетия после научной революции, начала 20 века сосуществовали квантовые теории и ОТО. Напоминаю вам модель Куна, нормальная наука, все спокойно, одна теория доминирует, все объясняет. Переходим на следующий этап, экстраординарная наука, сопротивление разных теорий, потому что есть некоторые странные факты. Следующий этап, революция, новая теория, новая парадигма и снова нормальная наука. Целое столетие, весь 20 век практически, и плюс 21. У нас сосуществуют, в общем-то, общая теория относительности и квантовая теория, которые противоречат друг другу. То есть наука целый век находилась в состоянии экстраординарного революционного дуализма. Целый век, 100 лет, 100 лет, экстраординарная, в общем-то, революция в физике безостановочно шла. А где тогда нормальная наука? Почему мы не живем в эпоху нормальной науки? Да, пожалуйста, можно мне нормальную науку, а не вот эту вот? В общем, неудивительно, что такая простая модель, которая не учитывала ни однородность развития науки, игнорировала множество фактов, несколько из которых мы привели выше, но вот она, в общем-то, являлась некой такой вот ошибочной, упрощенной. И вот ошибки исправил своими засканиями импре лакатес. Тоже важно последовать. Лакатес даже. Лакатес. Импре лакатес. Всегда ударение неправильно ставил. Ну да ладно. Так. Что еще про Куна можно сказать? В общем, Кун начал традицию описания научного знания в рамках постпозитивизма «Это хорошо». И лакатес ее продолжил, и у лакатеса получилось лучше. Импре разработал методологию сейдвирских программ, а на ее базе развивал утонченный фальсификационизм. Как можно заметить, лакатес занимался и описательной, и предписательной функцией философии науки. Если Поппер делал акцент на предписательную, акунно-описательную, то Импре смог совместить эти два направления. Молодец. Согласно теории лакатеса, существует и существовало множество конкурирующих друг с другом научно-исследовательских программ. Каждая из которых состоит из жесткого ядра и предохранительного пояса. Вспомогательных ad hoc теорий. Ad hoc, ну, к месту, соответственно. Есть отдельная разновидность ошибок логических, неформальных, как вы знаете. Называется ad hoc. Ad hoc, ну, то есть, к месту. Вот вы придумаете из головы какой-то аргумент, который на самом деле ничем и никак не подтвержден, ну, вот, когда речь идет о этой неформальной ошибке, но вы его вот конкретно к данной ситуации применяете, из головы выдумываете и такой, а, победил, а, молодец. Оппонент вроде бы даже и не понял, что вы его обманули таким образом. Ну, здесь ad hoc, наверное, несколько в другом значении употребляется, но все же подчеркивается, все же подчеркивается, что эти ad hoc гипотезы, они носят исключительно оборонительный характер. Программа сохраняет себя до тех пор, пока не откажется от жесткого ядра. Жесткое ядро никогда не меняется. Вот пояс обыкновенно представляется изменчивым, эволюционирующим. И его основная цель – защитить программу от атаки других программ, то есть от всякой критики. Пояс эволюционирует, ядро остается целостным до разрушения. Если ядро разрушается, разваливается, в общем-то, программа научно-исследовательская. Хорошее описание, в принципе, очень применимое почти ко всему, к философию даже можно на самом деле применить, да даже к религии можно применить, если что. То есть лаката здесь, да, наверное, может быть, даже немножко пальцем в небо выстрелил, потому что описать с помощью данной модели очень многое можно. Но с другой стороны, в отличие от того, что сделал Кун, она реально описывает то, что в науке происходит. То есть это абстрактное объяснение, можно наложить на науку, ну и радостно, в общем, сказать, да, у меня все получилось, я описал работу науки. У Куна так не получилось. Кун попытался, у него косяки, косяки, косяки прошли. У Лакатаса все хорошо здесь, действительно. Да, такая модель накладывается на науку и достаточно просторно, многогранно, чтобы описать множество научных теорий. Она в этом плане хороша, но, наверное, слишком обобщенная, слишком такая вот, знаете, абстрактная, именно ввиду того, что не только науку и философию, и секты разные, и религию, вообще все интеллектуальные образования, она хорошо обрабатывает. Так вот, про дед-хок гипотезы немножко стоит сказать, что здесь под дед-хок гипотезами могут выступать и довольно серьезные положения, какие-то очень серьезные вещи, вещи, считающиеся серьезными, не считающимися вот логическими ошибками, неформальными. Так что не стоит их здесь окончательно путать, но все же они к месту. Причем к месту, в таком, знаете, более абстрактном смысле, во временном, в общем-то, промежутке, есть определенные модные какие-то аргументы и заходы, которые могут использоваться в то или иное время. Одна теория использует эти модные заходы, другая не использует. Оба захода, допустим, являются сомнительными и неистинами, и потом, впоследствии развития науки, оба будут опровернуты. Но для выживания обеих теорий, они обе обязаны, ну, их последователи обязаны, в общем-то, использовать эти от-хок теории, которые не являются истинами, которые, может быть, даже очевидно ложные. Ну, вот сейчас так принято, их нужно использовать, потому что иначе твоя теория проиграет, вот, в общем-то, эту прекрасную гонку за выживание, а проигрывать гонку за выживание не хочется никому. Так вот, ну, вот вроде бы, да, эти программы, от-хок теории, ничего основательного, ничего продуктивного, просто друг с другом конкурируют. Нет. Базовым критерием научности и исследовательской программы для Локатаса является ее предсказательная сила. Еще один критерий демаркации. Можно, можно его так постулировать, многие люди его выдвигают вперед, как один из критериев демаркации. То есть, неопровержимость сама по себе, не истинность, не приближение к истинности и неопровержимость, опять же повторил, да, а предсказательная сила. Что такое предсказательная сила? Это способность теории формулировать положение относительно еще не исследованных объектов явлений мира. Всегда помните, когда речь идет о предсказательной силе, мы говорим не о том, что, ой, я бросил камень, если я еще раз его подниму, брошу, он опять упадет вниз. Нет, это не такое предсказание. Это предсказание в духе открытия черной дыры с помощью ОТО. До того, как о существовании черных дыр вообще узнали об опыте, на опыте, и вообще до того, как о существовании черных дыр вообще хоть как-то, да, вообще не было даже фантазии людей, но вроде бы что-то похожее на черные дыры было обнаружено в космосе, и этого достаточно для научной теории, чтобы, в общем, да, вот она предсказательную силу выполнила. Да. Это главный критерий, чем теория меньше предсказывает, чем меньше ее предсказательная сила, чем меньше она захватывает последующие факты, тем она хуже. Чем больше последующих фактов она предсказывает, тем она лучше. И дело не в повторяющихся на опыте вещах, а дело в тех вещах, которые еще никогда в опыте не попадались, но мы их как-то предсказали с помощью теории. Отчасти здесь, кстати, может такой недостаток привести к критерию предсказательной силы. То есть побеждать будут теории, которые случайным образом смогли предсказать больше разных вещей. То есть, допустим, все теории ложны, и все предсказывают исключительно случайным образом. Допустим, среди огромного количества теорий собрались, оказались, да, те, которые случайным образом угадали значительно больше, чем остальные. Это не значит, что они будут и дальше угадывать, это во-первых. А во-вторых, ну, повезло, то есть один из главных критериев тогда получается предсказательное везение. Это как знаете, это как знаете, когда вы, в общем, играете в какие-нибудь азартные игры, допустим, с вашими друзьями, и кто из вас больше выиграл, тот и более успешный. Вот здесь как-то, как-то вот такой немножко критерий, мне кажется, немного вот таким вот он, легковесным. Ну да ладно, ну да ладно, бывает. Пол Карл Фейрабенд. Узнаете этого актера, да? Ладно. Так, в работах против метода и наука в свободном обществе Пол Фейрабенд развивает концепцию научного анархизма. Он выступает против единого основания науки и критерия демаркации, а также против единого научного метода. Любой такой метод задает ограничения и усложняет процесс. По его мнению, наука выиграла бы от плюрализма взглядов и произвела бы куда больше практических открытий. По Фейрабенду трудно отделить друг от друга науку, философию и миф, да и в целом нет никакой разницы между ними, если из всего этого могут следовать практические изыскания. Также Пол справедливо замечает, что принцип последовательного продолжания новыми теориями старых дает необоснованное преимущество старым теориям. Ну, опять же, да, Ньютон, Эйнштейн, Эйнштейн базируется на Ньютоне, включает его в свою теорию. Ну, то есть, да, понимаете, теория, которая вообще не включает Ньютона, она может описывать столько же фактов и даже более эффективно и даже более хорошо. Почему мы должны выбирать из двух теорий ту теорию, которая имеет основание в научной традиции? Почему? Why? 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 Просто because. Потому что нет никаких объяснений. Обойдемся без объяснений, просто бери, бери, что есть и живи с этим. Все, конец. Вот такие критерии бывают в науке. И с Пола может действительно справедливо согласиться, что не обязательно преемственность. Преемственность это, ну, не глупость, ну, это один из возможных подходов, так скажем, и все-таки научный анархизм. И как же мы сформулируем этот научный анархизм, а мы сформулируем его тезисом самого Феррабанда? Все сгодится? Все пойдет? Все пойдет? All goes? Вроде бы, да, в оригинале. Следует отметить, что я не видел ни одного ученого и сиентиста, который бы придерживался взглядов Пола Феррабанда. Во многом из-за их радикальности и расширения понятия науки. Для Феррабанда наука, философия и мифология отличаются друг от друга не сильно, а потому наукой можно назвать буквально все, что угодно. Более того, Феррабанд критикует так называемый научный метод, критерий демаркации, единые научные все вот эти вот фигни, научные традиции, показывает, насколько ученые и не ученые, показывает, насколько они колдуны, маги, шизотерики, показывает на всевозможные ошибки и спорные моменты, показывает на то, какой лох Галилей, какой лох там Коперник, где они в общем ошиблись, почему им справедливо указывали на их ошибки их современники и так далее, так далее, так далее. Короче, Пола Феррабанда обычно ненавидят все сиентисты, главные, главные хейтеры его это сиентисты всегда пишут книги, какой Феррабанд ужасный и плохой, не читая их, кстати, это фантастика, да, ну вот, ну вот такое, да, я к счастью могу согласиться с тем, что с другой стороны Пол Феррабанд регулярно цитируется антисиентистами, несмотря на то, что сам он крайне позитивно относился к науке в больших кавычках, причем непонятно, он слово наука всегда в разных значениях использует, то в очень широком, когда наука, это и философия, и даже религия, и астрология, и магия, это все тоже типа наука на самом деле, в моем прекрасном анархическом мире это все будет наукой, вот к этому он относился хорошо, а к доминации современного научного метода относился плохо, поэтому антисиентистами цитируется очень приятно. Ну, в общем, да, в том смысле, в каком он понимал науку, он к ним относился обычно, ну, позитивно. Мне видится, что этот человек сформулировал множество важных положений для антисиентизма, но это не отменяет парадоксальность его в подходе к плюралистичной науке, которая, как мне видится, никогда не была плюралистичной. В любом случае, можно согласиться с Полом в том, что понятия науки настолько размытые, критерия науки в рамках философии настолько широки, что наукой в итоге по разным критериям можно назвать буквально все, что угодно, а потому и все сгодится. Как-то так. Ну что, тот человек, которого реже, о котором реже говорят в рамках подобных курсов, лекция про постпозитивизм, а мы тут к Майклу Палане обращаемся. Палане доказывал, что взаимодействие между учеными подобно взаимодействию между экономическими агентами на свободном рынке. Подобно тому, как потребители на свободном рынке в условиях конкуренции между производителями устанавливают цены товаров, также ученые, обходясь без централизованного руководства, определяют истинность теорий. Можно согласиться с ним, кстати. Ну, тоже хорошая теория на уровне локатуса. Просто попозже появилась, и просто она как бы... Кстати, попозже ли вопрос? Вопрос попозже ли? Это интересный вопрос. Ладно. Неважно. В общем, в общем, тоже теория, тоже подходит под описание, почему бы и нет. Такая метафора хороша, с ней работать можно, ее можно осмыслять. В книге «Наука, вера и общество» 1946 года Палане изложил свои возражения против позитивистского понимания науки, указав на не наоценку позитивизмом той роли, которой в научной практике играют ошибочные личные взгляды. В книге «Личное знание» Палане утверждает, что абсолютная объективность представляет собой ложный идеал, поскольку любые умозаключения базируются на персональных суждениях. Он опровергает идею о механическом установлении истины путем использования научного метода. Любое знание является личностным и по этой причине основывается на индивидуальных суждениях. Отвергнув критическую философию, Палане оставит федуцированный посткритический подход, согласно которому мы полагаемся больше, чем можем доказать и знаем больше, чем можем выразить словами. Ну вот как-то так. Палане, 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 я почти с ним не работал, я его тексты не прорабатывал, надо будет как-нибудь это сделать, довольно интересно. Стивен, ну, кстати, от Свики, вот это, вот опрос в Википедии копировал. Весь материал, который был в предыдущих, в общем-то, статьях, я полностью его сам, в общем-то, писал, хотя там все стандартно и очевидно, просто я в этой теме более-менее в этих авторах разбираюсь, я писал почти все сам. Здесь я просто в Википедии копировал, потому что, ну, вот этого товарища, я про него вообще мало что знаю. Ну и Стивен Тулмин, известный персонаж, автор теории аргументации, вообще, вообще классный, классный дядя, да, такой, правда, меня тоже мало интересует, я с ним мало работал, поэтому это тоже Википедия. В 1972 году Тулмин опубликовал свою работу «Человеческое понимание», в которой он утверждал, что развитие науки есть эволюционный процесс. Тулмин критикует точку зрения Томаса Куна относительно процесса развития науки, описанной в работе «Структура научных революций». Кун считал, что развитие науки это революционный процесс, процесс, противоположный эволюционному процессу, в течение которого взаимоисключающиеся парадигмы ведут борьбу за то, чтобы занять главенствующее место. То есть одна парадигма стремится встать на место другой. Тулмин критически высказывался относительно релятивистских идей Куна и придерживался мнения, что взаимоисключающие парадигмы не предусматривают основания для сравнения другими словами на утверждение Куна. Это ошибка релятивистов. И заключается она в чрезмерном внимании полизависимым аспектам аргументации, одновременно игнорируя поле инвариантное и общность, которые разделяют все аргументации научные парадигмы. В противовес революционной модели Куна Тулмин предложил эволюционную модель развития науки, схожую с дарвиновской моделью эволюции. Тулмин утверждает, что развитие науки это процесс инноваций и отбора. Инновация означает появление множества вариантов теории, а отбор выживание наиболее стабильных из этих теорий. Вот как-то так. Инновация возникает, когда профессионалы в отдельной области начинают воспринимать привычные вещи по-новому, не так, как воспринимали их раньше. Отбор подвергает инновационные теории процессу обсуждения и исследования. Наиболее сильные теории, прошедшие обсуждение и исследование, встанут на место традиционных теорий, либо в традиционные теории будут внесены дополнения. С точки зрения абсолютистов, теории могут быть либо надежными, либо ненадежными, независимо от контекста. С точки зрения релятивистов, одна теория не может быть ни лучше, ни хуже другой теории из другого культурного контекста. Тулмин придерживается мнения, что эволюция зависит от процесса сравнения, который определяет, способна ли будет теория обеспечить усовершенствование стандартов лучше, чем это может сделать другая теория. Замечу. Давайте отметим критику небольшую Тулмину. И критику, и как бы поощрение. Поощрение заключается в том, что данная теория лучше описывает научный мир, чем теория Куна. Раз. Во-вторых, ну, как бы она возникла уже позже Лакотеса, так что в целом это плохо. Потому что теория программ, она уже много чего описывает. И в принципе, основной механический аспект, который есть у Лакотеса, ну, Тулмин его, по сути, получается, повторяет. Опять же, куча программ существует, программ, ну вот, и они как бы друг с другом конкурируют. Только конкурируют эволюционно, и имеется такая вот волшебная, волшебный способ подбора лучшей теории. Лучшей теории. При том, что Лакотес, он как-то воздерживался и говорил, что, ну, критерием хорошей рациональной теории будет просто предсказательная сила. Причем не обязательно истинной, более истинной, более хорошей, более выживаемой, качественной. Просто вот есть предсказательная сила, хорошо. Но предсказательная сила есть исключение. Бывает такое, что теория плоха сначала, плохо предсказывает в смысле, а потом бац, и начинает все предсказывать вокруг. Вот может быть, вот такая ситуация может сложиться. Как быть-то тогда? Хорошая или плохая теория? Может сначала просто взять, что-то теория моя ничего не предсказывает. и губы полу так вот так вот расстроиться ничего не предсказывает моя теория я так старался сделать теорию которая что-то предсказывает а потом она начинает предсказывать все вот через несколько десятилетий вот теория становится на место чуть-чуть там парит придает подредактировали все предсказывает вообще все вокруг и нормально работает вот у лакатаса у него отсутствует наивности в том что теории они к лучшему стремятся они стремятся к лучшему не они просто предсказательной силе данном случае у него стремятся просто механизм опять же до лакатас механизм говорит вот вот она вот вот так вот а здесь имеются оценочные суждения то есть отбор и отбор ведет к лучшему не просто рандомный отбор там выживает выживает рандомно приспособленный да вот вот у этих ученых куча бабок например у этих хорошие теории вот те у которых куча бабок они могут задавить тех у у кого хорошие теории, они более выживабельные будут, например. Те, у которых бабок нет, у которых теория хорошая, они просто сдохнут с голоду, например, и все, не останется их. То есть его эволюционный подход к науке, он исключает жестокость вообще самой эволюционной теории. И это печально, потому что эволюционная теория, она не про какие-то единые критерии. У него здесь как-то все, знаете, вот не трехмерно, плоско. Плоско, не трехмерно, наивно. Именно в этом аспекте. Не, ну может быть он, конечно, и прав. Прав, то есть ничто не исключает его правоту в данном случае. Но у меня есть определенные мысли, что это как-то наивно, что это как-то наиграно, что это как-то сделано, ну вот, знаете, для того, чтобы подлезать современным научным предрассудкам, связанным с эволюционизмом. Вот, видимо, как-то оно в ту сторону полетело, и вот с этой он наивностью решил выступить. Я думаю, многие ученые, сиентисты его поддержали. Я слышал аргументы Тулмина часто, потому что наука эволюция, отбор, там все дела. Тоже есть шизы отдельные, которые эту аргументацию употребляют. Но она довольно слабая, потому что основной аспект здесь отбор лучших теорий. Лучших. Сильнейших, да, буквально. Это, как говорит в дарвиновском аспекте, сильнейших. Но мы-то знаем, что не сильнейших, а наиболее приспособленных, и критерии приспособления могут быть, ну, буквально разные. То есть бабочка может выжить, в отличие от льва, например. Вот придут какие-нибудь стрелки из автоматов расстреливать животных, а бабочки, они сидят там у себя, не знаю, на каком-нибудь дереве, невидимые, потому что у них крылышки определенного цвета, и никакие, в общем, автоматы в них не попадают. А вот в львов попадают, хотя львы мощные, сильные, такие классные все. Теория эволюции-то, она вот как раз, она не плоская. Она интересная в этом плане. Она очень многогранная, у нее очень большая объяснительная способность. А вот эту позицию Тумена, ее не подтвердить, не опровернуть, именно вот оценочную ее часть, не подтвердить, не опровернуть, и она звучит довольно, ну, как бы, знаете, комплементарно, мол, снимаю шляпу перед наукой, и научными теориями доминирующими, снимаю шляпу, вы молодцы, вы эволюционировали, вы совершенны, вы классны, да? Ну, снимай шляпу, только это просто комплемент такой, знаете, безосновательный оценочный комплемент получается. Ну, да ладно. Это небольшая моя, в общем-то, вставка, которую я здесь вношу. Все же Тумен, модель Тумена, она в любом случае лучше, чем модель Куна. Причем он спорит с Куном. Заметьте, он спорит с Куном, он не с Локатесом спорит почему-то, он спорит с Куном. Окей, окей. Тумен Куна точно побеждает. С помощью его эволюционной модели можно описать функционирование науки. Вообще без вопросов. Действительно. Это даже будет сделать довольно просто. Ну и Локатесом тоже можно, потому что зря он... Я просто еще раз подчеркну, что проблемы Куна очевидны любому человеку, который изучал историю науки, читал разные тексты, и который в принципе себе представляет, как оно все формировалось. У Куна есть одна слабость. Он как бы он великий человек в том плане, что он основатель такого целого направления философии науки, где нужно описывать ее функции, описывать, как она работает. Но при этом у него у самого было очень много промахов. То есть он основатель, который совершил много промахов. Это великая работа, он молодец, но в этом плане он слабее. А у Тумена, у него хорошее описание. Он чисто технически, можно его подставить. Так вот. Немножко про современный саентизм, и этим, я думаю, я закончу данную лекцию. Современные саентисты будто неосознанно комбинируют противоречащие друг другу позиции по поводу того, что такое наука. Причем в одном человеке. Я очень часто видел, как человек озвучивает просто противоположные вещи. Там верификационизм, эволюция, революция, там парадигмы, шмарадигмы везде со всех сторон. В общем-то у одного человека просто вот так вот джонглируют этими понятиями неожиданно. И взгляды представляют собой мешанину из неопозитивизма, фальсификационизма и прочих подходов, которые применяются к случаю для оправдания науки. Забавно, что обыкновенно эти люди не владеют ни одним из подходов и не понимают противоречивости собственных воззрений. Они из-за попера, из-за верификации одновременно, из-за тумина, из-за куна. И это, как мне видится, крайне удивительно. Позиция большинства людей по поводу науки напоминает огромную мусорную свалку, где собираются осколки уже существующих стройных концепций. Мне хотелось бы, чтобы данная лекция хоть как-то исправила положение дел в современном сайентизме, чтобы вы это посмотрели, ознакомились, поняли различия, разные концепции, иногда связанные, иногда отвечающие друг другу и противоречащие друг другу, иногда дополняющие друг друга, совершенствующие, но вот как-то так. И вы не можете придерживаться всех из них одновременно. Это очень странно. Ну и, по крайней мере, я не видел ни одного такого последовательного мыслителя, который все бы из них сразу бы объединил в одну большую стройную систему. Это тоже, да, такое. Ну, потому что революция и эволюция друг другу противоречат. Механистич, просто механика разная. У них разная механика работы, чтобы вы понимали. Базироваться полностью на фальсификационизме или на верификационизме тоже противоречие. Непонятно, да. Либо одно, либо другое, но можно попробовать смешивать, как в современной науке. Там щепотка верификационизма, что, в принципе, тотальный верификационизм невозможен. Ну и фальсификационизма дальше добавляем. То есть вот так можно. И основной критерий фальсифицируемость будет в данном случае, а не верификация. Это тоже важно понимать, что, в принципе, в современной науке, да, мы собираем индуктивный опыт, но мы не можем собрать весь индуктивный опыт и составить из него протокольные предложения из всего этого опыта и составить эти предложения в такую пирамиду, которая восходит к теории, идеальной, потрясающей. Нет, мы не можем так сделать. У нас нет такой индукции. У нас нет полной индукции, которая позволяет нам это сделать с абсолютной точностью. И поэтому фальсификационизм в современной науке в данном случае доминирует. Вот так вот сложилось. Это, наверное, даже правильно делать, что он доминирует. Это самый простой из методов, которые можно взять. То есть важно очень как-то вот по всем этим тонкостям проходиться и осознавать, какую конкретно позицию вы осознаете, какого подхода вы придерживаетесь, описательного или предписательного. То есть вам что, вам важнее описать, как наука работает или предписать, как она должна работать. Потому что бывает еще, знаете, дверь с ноги открывают потом еще марксисты и говорят, что наука должна искать истину в рамках диалектического метода. У них просто своя наука, понимаете, в таком случае получается. Вот есть наука, которая про фальсифицируемость и про верификацию, а есть наука, которая с ноги про диалектику. Есть наука логики Гегеля вообще. Да. И в таком случае, если мы расширяем вот это понятие науки за пределы философии науки и выходим вообще, стоя в обычную философию, где-то Маркс, Гегель и все остальные, то тут вообще непонятно, как вообще говорить о науке. Понятия слишком разные, слишком разносторонние, ну и так далее, так далее, так далее, так далее. Эта лекция, ну, во-первых, на нее задонатили. Спасибо донатерам, спасибо Ирине, спасибо, в общем, Вячеславу, спасибо, друзья, за то, что донатите на лекции. Просто гигантское спасибо. Благодаря вам эти лекции существуют. Благодаря вам это, по большей части, авторская лекция. Не всегда делаю авторские лекции, признаю, но это, по большей части, авторская лекция с двумя статьями из Википедии. Основной массив все-таки я написал, я молодец, я рад. В общем-то, благодаря вам эта статья вышла, и я вас, в общем, благодарю, друзья, обнимаю, спасибо большое. Так вот, во-первых, потому что за лекцию заплатили, во-вторых, я рад, что за нее заплатили, я разбираюсь в данной теме, во-вторых, я очень буду рад, если эта лекция хоть как-то повлияет на современных сайентистов, они ее послушают, они начнут лучше разбираться в своей позиции, начнут лучше ее прорабатывать, продумывать. Мне бы очень хотелось, чтобы, в общем, это произошло, чтобы у меня появились, ну, достойные соперники хотя бы. А то мне уже довольно скучно, на самом деле, заниматься антисайентизмом, просто потому, что люди вообще не понимают, о чем речь идет, что такое наука, ну, наука и наука, вот, наука, люблю науку, наука-то хорошо, все, все, конец. Наука, ну, да, предсказывает, да, фальсифицирует, да, верифицирует, да, вот это, вот это, вот это революция, да, эволюция, да, все, да, короче, наука вообще супер. Ну, и вот как-то вот так вот. Ну, в общем, друзья, хотелось бы спорить с людьми, чьи взгляды не представляют собой мусорную свалку огромную, а вот последовательная, четкая позиция, чтобы было понятно, с чем мы имеем дело и что опровергаем. Ладно, друзья, спокойной вам, не знаю, ночи, дня, времени суток, спокойного, прекрасного, доброго, хорошего и замечательного. Еще раз вам всем спасибо, спасибо всем, кто дослушали. Увидимся с вами на стримах, приходите ко мне, в общем, в 18.00 на стримы, всегда буду рад вас видеть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok